Кто за то, чтобы избрать на должность главы городского округа Щелкова Московской области Горелова Сергея Викторовича сроком на 5 лет? Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Единодушное решение. В понедельник на внеочередном заседании Совета депутатов народные избранники выбрали Сергея Горелова, главы городского округа Щелкова. Кандидатуру поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты. По уставу округа глава избирается по конкурсу из претендентов, подавших заявление в конкурсную комиссию. Из четырех претендентов требования к кандидатам выполнили только трое. Из троих на заседании присутствовал только Сергей Горелов. Он же был единственным, кто предоставил конкурсной комиссии концепцию развития округа. Приоритетной и стратегической целью в развитии округа является привлечение инвестиций в модернизацию и развитие существующих предприятий. Создание новых инновационных производств и создание новых рабочих мест. Перед нами стоит задача каждый год прибавлять и увеличивать доходы бюджета. Возможность для жителей работать рядом с домом – это один из приоритетов будущей политики. Одна из точек роста в городском округе – восточная промышленная зона, где в ближайшие годы появится свыше трех с половиной тысяч рабочих мест. Сергей Горелов отметил, что в следующем году начинается реконструкция межрайонных очистных сооружений. Экологическая экспертиза дала на то положительное заключение. В числе первоочередных задач – перераспределение транспортной нагрузки из центра города, периферии за счет ввода восточного обхода. В следующем году запланировано строительство трех километров объездной дороги, соединяющей мост на Фабричной и Сфряновским шоссе. Сергей Горелов рассказал о своем видении решения вопросов экологии города, социальной поддержки ветеранов, расселения ветхого жилья, привлечения кадров в медучреждения. «Самое главное, что тот глава, который у нас сейчас избран, он готов конструктивно работать с депутатами, советом депутатов на благо городского округа Щелково. И мы будем это делать совместно». За Сергея Горелова проголосовали единогласно 22 депутата, присутствовавшие на заседании. Срок полномочий нового главы – 5 лет. Он должен приступить к своему обязанностям в течение 10 дней после избрания. Депутаты приняли новую структуру администрации. Теперь у главы округа вместо двух первых заместителей – один. Так упразднено место второго советника главы, которое оставалось вакантным. Своим решением народные избранники ужесточили регламент работы с советом, который обязывает теперь депутатов проводить заседание по необходимости, но не реже раза в месяц. Депутатским днём объявлена среда. Парламентарии согласовали изменения в расходную часть бюджета района. В таком статусе он действует до конца 2019 года. Поправки учитывают 10-процентное повышение ставки специалистам второй категории и пенсионерам, которые работают или работали в муниципальных и казённых учреждениях. Ещё одним решением депутаты понизили налоговую ставку на земельные участки, неиспользуемую в предпринимательской деятельности, и в пять раз увеличили ставку для владельцев сельскохозяйственных площадей, которые используют их не по назначению. Новые ставки будут применяться с 2020 года. С этого же года расширится круг граждан, в отношении которых будут применяться льготы. В него включили вдов ветеранов и инвалидов войны и вдов участников боевых действий. Михаил Налётов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение.